Уборка опасной наледи с крыш – забота собственников зданий, будь то юридические или физические лица, предприятия или организации. Если сосульки образовались на крышах многоквартирных домов, то организация их своевременной уборки – это обязанность управляющей компанией, ТСЖ или ЖСК. Следует отметить, что в соответствии со статьей 3.1 закона Вологодской области об административных правонарушениях Вологодской области, нарушение правил благоустройства территории поселения влечет административную ответственность в виде предупреждения либо наложения административного штрафа. На граждан устанавливается штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей и на юридических лиц в сумме от 10 до 50 тысяч рублей. Составлять протоколы об административных правонарушениях уполномочены органы местного самоуправления. Несвоевременная чистка крыши от льда и снега также является нарушением правил содержания жилых домов и помещений, которое также влечет за собой наказание в виде штрафов от 4 до 5 тысяч рублей в отношении должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей в отношении юридических лиц. Более того, за ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статьям «Причинение смерти по неосторожности, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а в отношении должностных лиц также и по статье «Халатность». Если вы увидели, что с крыш зданий свисают опасные сосульки, то вправе сообщить об этом в Государственную жилищную инспекцию, которая расположена по адресу улица Красноармейская, дом 6, офис 6, либо в администрацию Великого Устюга. Если же вы стали жертвой сорвавшейся с крыши наледи, то действовать нужно следующим образом. Если наледь или сосулька упали на человека или на автомобиль, то первым делом необходимо вызвать сотрудников органов внутренних дел, максимально зафиксировать место происшествия, задержать тех свидетелей, которые оказались рядом, для того, чтобы впоследствии были необходимы доказательства о том, что сосулька или снег упали именно в этом месте, на вас или на автомобиль. Нельзя забывать и о мерах собственной безопасности. Периодически посматривать на крыши и оценивать обстановку лишним не будет никогда. Как показало наше сегодняшнее общение с устюжанами, должную бдительность проявляют не все. Где висят, смотрю, и обхожу. Хотя вот тут ограничения, но я все равно подстраховываюсь. Не хожу тут. Переживаете, да? Да, да. И вот когда маленькие дети, школьники, малого возраста ходят, я показываю, не ходите тут, возите в другую сторону. Так. Отрицательно. И вот на красный там тоже снег, вот так это навис. Так боюсь, так уж пришлось так пойти. Надо принимать меры какие-то. Тем временем за наледью на крышах Великоусевских зданий следит и межрайонная прокуратура. По результатам недавней проверки за несвоевременную уборку сосулек с крыши могут наказать и администрацию города. Правда, шансы справить ситуацию у чиновников есть, и они пообещали им воспользоваться. По словам руководителя администрации Сергея Кишкина, уже сегодня снег и лед с кровли здания будет убран. Кроме того, прокуратура напомнила местной власти об обязанности следить за появлением опасных сосулек и на других городских зданиях и требовать от собственников их своевременной уборки. Алена Белозерцева, Антон Карев, Новости провинции. Субтитры создавал DimaTorzok